МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Город в студии Ксения Зиновьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Пришли в школу без букета, как кировские школьники отметили День знаний. Аварийный светофор. Дети едва не попали в аварию из-за сломанного регулировщика. Освобождают койки. В Кирове закрывают инфекционные госпитали, в которых лечили больных коронавирусом. Бодро началось в эфире Первого городского канала. Состоялась премьера нового утреннего шоу. Праздник огромных букетов и воздушных шаров. Сегодня кировские школьники отметили День знаний. Особо теплой погоды, как обещали синоптики, сегодня не случилось. Но настроение у всех было хорошее. Отчасти от того, что запрета на проведение линейок не было, их разрешили проводить, правда, на свежем воздухе. Родители первоклашек и будущих выпускников школ были рады и этому. Открытия новой школы в городе в этом году не случилось. Зато в Кирове, кажется, родилась новая школьная традиция – приходить в День знаний без букета. Юлия Ситникова расскажет подробнее. С самого утра в городе праздник. День, правда, выдался не самым теплым, но без дождя. Огромные белые банты и нарядные галстуки школьникам пришлось прятать под куртками и капюшонами. Но настроение у всех отличное. На торжественных линейках в основном только первые и одиннадцатые классы. У остальных школьников классные часы. Родители первоклашек лишать праздника не стали. С волнением они провожали теперь уже школьников на первый праздник. Волнуемся, и ребенок волнуется. С утра в два раза вставал, снова спать лег потом. Ну, однозначно, очень приятно вести двух людей сразу в одиннадцатый класс и в первый. Это не у многих так бывает. Нервную систему подготовили. Ребенок готов, он спокоен. А мы очень переживаем, как будем учиться. Я бабушка, вот это мама. Это маму я недавно сюда же отводила, к этой же учительнице. Непередаваемый, даже не верится, что ребенка в первый класс веду. Несмотря на волнение, праздник удался. Для первоклассников устроили целое представление. Песни, танцы и по традиции школьные стихи. Не обошлось и без игр. Дети радостно топали ногами и хлопали в ладоши, собирая школьный ранец. Кисточки и краски. Игрушечную мышку. Первое сентября для многих первоклассников прошло с воздушными шарами и огромными букетами. Но не для всех. В 28-м лицее ученики второго класса пришли в школу без цветов. Они решили поддержать акцию «Цветы завянут, дети будут жить». Сам проект называется «География добра». Создатели предложили подарить только один букет цветов учителю. Остальные деньги потратить на благотворительность. Все начинается с добра, с малого. И, наверное, уже в школе дети должны понимать, что очень много в жизни зависит и от них тоже. На чье конкретно лечение будут направлены деньги, будут решать всем классом. Но ребята уже решили, что это будут дети, которые живут в Кирове. Меня даже спрашивали, мама, почему мы идем с букетом, когда можно помочь кому-то. И тем более, это же такие мертвые букеты, когда ты можешь спасти кому-то жизнь, продлить. Поэтому мы решили по одной розочке мы все соберем и все равно сделаем приятно в знак внимания, но и тем самым поможем. И учительницы приятны, и деткам. С 1 сентября в школах начали учиться 146 тысяч человек. Среди них 16 тысяч – это первоклассники. Из-за пандемии условия обучения особенные. Как и в прошлом году, будет работать мобильное расписание, когда уроки у каждого класса начинаются в разное время. Ходить по школе дети не будут. У каждого класса свой кабинет. К учебному году также подготовили антисептики и одноразовые маски. Сегодня на дорогах Кирова открылся и сезон утренних пробок машин в городе стало гораздо больше. Кировчане возвращаются в рабочий режим. Многие вернулись из отпуска и дачных участков. Стало больше пешеходов, но не все городские светофоры на перекрестках оказались готовы. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской сегодня из-за сломанного регулировщика возникло несколько аварийных ситуаций. При этом рядом находится школа и детский сад. Дети сегодня перебегали дорогу наугад. При этом в честь начала учебного года практически на всех пешеходных переходах у школ дежурили сотрудники ГИБДД. Таким образом, полицейские каждый год приучают водителей к более спокойному и внимательному стилю вождения по городу. На дорогах появилось много детей и у зебр лучше притормаживать. Правда, самым проблемным и для пешеходов, и для автомобилистов оказался перекресток улиц Карла Маркса и Пролетарской. На нем несколько дней не работает светофор. При этом здесь всегда значительный поток и машин, и пешеходов. Кировчане, которые заметили поломку светофора несколько дней назад, надеялись, что к первому сентября его отремонтируют и дети смогут безопасно переходить дорогу. Но этого не произошло. Сегодня школьники на свой страх и риск перебегали проезжую часть. Водители буквально крались через перекресток, чтобы избежать аварии. В социальных сетях жалуются, что за сегодняшнее утро на этом участке чуть не сбили несколько человек. В администрации говорят, что у светофора сломался контроллер. Он заказан, заменить его смогут только после 3 сентября. В честь начала учебного года наш канал объявляет акцию «Первый городской отличник». Наши ведущие будут раздавать школьникам особые наклейки, которые заряжены на успешную учебу. Первыми их получат те, кто окажется 2 сентября в 12.30 у школы номер 10 по адресу Роза, Люксембург, 57. Встречать школьников и дарить им наклейки будут ведущие нашего канала. Акция пройдет во всех школах города, поэтому новый учебный год в Кирове должен пройти на отлично. Гараж теперь можно легализовать без неприятных последствий, а набережную Грина наконец очистят от поросли, которые закрывают весь вид на воду. Подробности далее эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». С 1 сентября в России начинает действовать гаражная амнистия. Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, могут зарегистрировать право владения в упрощенном порядке. Воспользоваться амнистией смогут не только изначально владельцы гаражей, но и их наследники, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника. В администрации города пообещали, что очистят склоны набережной Грина от порослей. В социальных сетях кировчане не раз жаловались на то, что из-за дикорастущих кустарников закрывается ведь на реку. Рабочие уже приступили к вырубке порослей. Работу планируют закончить до конца сентября. Администрация Котельнича заявила, что не давала распоряжения на сжигание мусора на несанкционированной свалке. Так чиновники отреагировали на информации о тлеющей куче отходов. На запах от дыма уже несколько недель жалуются жители Котельнича и ближайших поселков. Чиновники считают свалку санкционированной. Она, по их словам, внесена в рестор площадок накопления ТКО. В Кирове пройдет горячая линия по вопросам дополнительного образования. Свои вопросы можно будет задавать по телефону 4177-97 с 10 до 12 часов дня 2 сентября. На них ответят специалисты учреждений дополнительного образования. Во время горячей линии родители могут узнать о получении и использовании сертификатов на кружки и секции. Мы прервемся совсем ненадолго. Смотрите во второй части нашего выпуска. Освобождают койки. В Кирове закрывают инфекционные госпитали, в которых лечили больных коронавирусом. Бодро началось. В эфире Первого городского канала состоялась премьера нового утреннего шоу. Первая стипендия и подготовка к морозам, с чем у кировчан, кроме школьных линейок, ассоциируется 1 сентября. Эти и другие события совсем скоро. В эфире информационный канал Город. Мы продолжаем. Освобождают койки. В области начали закрывать инфекционные госпитали, которые работали только с пациентами, зараженными коронавирусом. За месяц к обычному режиму вернулись 8 медучреждений. Это значит, что кировчане снова смогут получать там медицинскую помощь. При этом нельзя сказать, что количество заболевших ковид в регионе резко упало. По-прежнему в ежедневной статистике в среднем за сутки заражаются около сотни человек. К работе по основному профилю вернулись детское инфекционное отделение во второй больнице, подразделение клинической больницы Влингасова, противотуберкулезный диспансер в Быстрице и еще несколько больниц в районах области. Их перевели на особый противоковидный режим работы в мае, когда в регионе резко выросло количество заболевших коронавирусом и потребовались дополнительные места. Сейчас продолжают работу 16 инфекционных госпиталей, койко-мест пока достаточно. В стационарах проходит лечение 2563 пациента. О спаде заболеваемости пока говорить рано. В сутки в среднем по области прирост по 100 человек. Впереди традиционный сезон простуд. Также в коллективы вернулись школьники и воспитанники детских садов. Врачи по-прежнему призывают кировчан сделать прививки от коронавируса. И гриппа, вакцины от этих болезней в городе есть. Бодро началось сегодня в эфире Первого городского канала радиостанции «Мария-ФМ». В прямом эфире в социальных сетях вышло в эфир новое утреннее шоу «30 плюс». Премьера прошла успешно. Два часа эфира прошли незаметно, а самое главное, интересно не только для ведущих, но и для зрителей и слушателей. Намекаю, что сегодня первый день нового проекта «30 плюс» на «Мария-ФМ». Здрасте. На Первом городском. Здрасте. Прямой эфир ВКонтакте. Шалом, православные. В группе Первого городского канала. Здрасте. Лайкайте, репостите, пишите дел, что хотите. Ведущие Михаил Лебедев, Алексей Баталов и Татьяна Мокина ворвались в эфир ровно в 7.00. В это время многие кировчане просыпаются и начинают сборы на работу или учебу, а некоторые уже на трудовой смене. Конечно, сегодня главной темой дня стал День знаний. Ведущие, это хоть и узнаваемый, но обычные кировчане делились своими школьными историями. Оказалось, что однажды Алексей Баталов перед самым первым сентября оказался без школьной формы и карандашей с ручками. Заказали в ателье пиджак, костюм какие-то. Я толком эти вещи не помню. Было что-то еще, и мы приехали на центральный рынок, припарковали машину на улице Пролетарской тогда, встали и ушли там что-то еще выбирать, какие-то вещи. Возвращаемся. А тачка-то пустая. Да ладно. Вот так вот. Обнесли машину. Два часа эфира прошло незаметно. За это время в телерадио и интернет эфире успели обсудить последние новости, послушать музыку, поговорить о жизни и разыграть ценные призы. Смотреть и слушать утреннее шоу можно везде. Дома, по дороге в общественном транспорте, в машине или на рабочем месте. Это первое в городе шоу, которое выходит в прямом эфире в телеформате, на радио и в интернете. Старт дан теперь смотрите каждое утро. С 7 до 9 утра утреннее шоу 30+. 1 сентября это не только день знаний. Не все сегодня кировчане пошли в школу или институт, но это не значит, что сегодня для них не особенный день. Кировчане сегодня рассказали, с чем у них ассоциируется первый день осени, кроме школьных линейок. С институтом, с учителями. Со скорой стипендией. Нет, знаете, вот, кстати, осень я сильно не люблю, это такое, конечно, это красивое время года, но очень печально. Свобода от школы теперь уже. Ну, с радостью, с началом чего-то нового. Тихий ужас и желание идти туда как можно еще дольше. В техникум. И яичница на завтрак. Первый рабочий день. Кроме дня знаний, как это, какие новолетия. Так что это, первый сентября, это не только день знаний, это очень обширный эмоциональный день. Ну, может быть, начало там, не знаю, университетской там, да, учебы. Ну, ученики, студенты, встречи. Ну, что мне осень? То, что у меня внук, внуки идут в школу. Первого сентября осенью. Ну, и учатся хорошо. Для меня это самое главное, что и нужно для бабушки. Школьники тоже пьют по дворам. Начало осени. Холод, листопад. Так, ну, наверное, встречи со старым коллективом. Не знаю, все по-старому, что ли, ностальгия, может быть, какая-то. Лето кончилось, блин. Систему образования менять надо. Немного грустно, немного радостно. То, что лето закончилось. То, что встречаешься, например, с новыми людьми знакомишься или со старыми друзьями видишься. Такой была эта среда, 27 августа. Если у вас есть новости, сообщайте о них по телефону нашей редакции 8-912-827-3302. А еще рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». В студии была Ксения Зиновьева. Увидимся в городе.